Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили более 2000 выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе один ребенок. 37 жителей столицы, из которых двое детей пострадали. Более 1800 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон силами МЧС. Далее о происшествиях выходящей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Курение на балконах становится бичом минских лоджий. Так, в понедельник очередной курильщик устроил пожар на балконе квартиры пенсионерки по улице Ангарская. К счастью, пенсионерка не дремала и о появившемся запахе дыма оперативно оповестила спасателей по номеру 101. Прибывшие работники МЧС загорание балконной рамы ликвидировали на ранней стадии. А вот следующие два дня возгораний на балконах и лоджиях в Минске, к счастью, не произошло. Как и других серьезных пожаров ИЧС. Выделиться решил четверг. По окончании рабочего дня по улице 50 лет победы горел балкон квартиры, расположенный на первом этаже девятиэтажного здания. Виновником косметического ремонта квартиры стал ее хозяин. Мужчина, предположительно решивший после рабочего дня расслабиться при помощи алкогольных напитков, вышел под этим делом на балкон перекурить. Удовольствие от никотина превратилось в повреждение имущества, остекленение балкона и жилой комнаты. Закопчена оказалась вся квартира. Неприятным осадком для жителей дома по улице Тиражной станет ночь четверга на пятницу. У 73-летней пенсионерки, владелицы частного домовладения, полыхала хозяйственная постройка. Оперативно прибывшие пожарные спасатели обнаружили загорание кровли и имущество постройки на площади в 50 квадратных метров. К сожалению, постройку женщине придется отстроить заново, а при ее планировании особое внимание уделить электропроводке. Как-никак, именно ее короткое замыкание стало причиной пожара. Минск чрезвычайный. Субботний день для столичных спасателей также выдался непростым. Около часа дня на пересечении улицы Бабушкина и МКАД произошло серьезное ДТП. Туда незамедлительно были отправлены спасатели. В ходе разбирательства было установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля Peugeot 405 с грузовым сидельным тягачом с полуприцепом Scania, остановившимся на запрещающий сигнал светофора, в салоне легковушки оказался заблокирован 33-летний водитель. Мужчина был спасен работниками МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования. Его тут же госпитализировали в Минскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Разбирательство по факту ДТП проводит ОГАИ администрации Октябрьского района. Горела хозяйственная постройка и в воскресенье вечером. На этот раз на территории частного домовладения по первому переулку Силикатному. В результате разбушевавшейся стихии повреждены деревянные элементы кровли, стропильная система, имущество, а также кровли и имущество рядом расположенной двухэтажной хозяйственной постройки. Огонь мог перекинуться и на жилые дома, однако пожарные спасатели этого не допустили и оперативно пожар ликвидировали. Причина ЧП устанавливается. Минск чрезвычайный. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. В конце хотелось бы напомнить. С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров, вследствие оставления их без присмотра, в республике проходит профилактическая акция в Центре Внимания Дети, приуроченная к началу учебного года. В рамках первого ее этапа, который продлится до 31 августа, в крупных торговых центрах работники МЧС рассказывают посетителям об основных причинах возникновения пожаров и других ЧС с участием детей. Объясняй, как этого не допустить и с помощью чего можно защитить свой дом от пожара. Основные правила таковы. Не оставляйте детей одних. Храните спички и другие источники зажигания в недоступном для детей месте. Обучайте своего ребенка правилам безопасного поведения. И установите у себя дома автономный пожарный завещатель. Этот простой прибор спас уже не одну человеческую жизнь во время пожара. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.